Дмитрий Дудко 24 октября можно считать днем открытия Хрусталевской развязки. Работы по правительственному подряду на объекте полностью выполнены. Об этом заявил в Рио губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе контрольной проверки. Остались незначительные работы, которые завершат в течение семи дней. Подробности в материале Сергея Краснослободцева. Несколько лет севастопольцы наблюдали за ходом строительства Хрусталевской развязки и терпеливо ждали окончания работ. Только в этом году срок сдачи объекта переносился три раза. С 1 августа на 1 сентября, затем передвинули на 1 октября. И вот, наконец, открытие состоялось. Мы ленточек перерезать не будем. Сегодняшний выезд можно считать открытием не торжественным, а простым рабочим открытием. Срок был 1 августа, на следующий день после моего назначения. Вот в результате двух месяцев пристального внимания к проекту нам удалось с подрядчиком исполнить. Подрядчик столкнулся с определенными сложностями от предыдущего исполнителя, но он планирует работать и на других объектах и сейчас уже ведет работу. Поэтому все наши замечания и настойчивые требования последние два месяца он выполнял. Сейчас мы контракт закрываем в ближайшие 7 дней официально и на этом можно поставить точку. Задержка в сроках сдачи развязки была обоснована, говорит подрядчик. В ходе строительства транспортного кольца выяснились обстоятельства, требующие дополнительных работ. Если вы помните, здесь частично работы были сделаны, частично нет. Когда мы приступили к работам, были проведены экспертизы и выявлено, что те участки, которые выполнены, выполнены некачественно и подлежат демонтажу. Из-за возникших дополнительных объемов работ произошло сдвиг сроков. То есть в контракте в основном не были вот эти объемы учтены. Чтобы не закрывать обзор водителям, решено не высаживать деревья на клумбе в центре кольца. Сейчас здесь засеяна трава и вскоре участок покроет зеленый газон. Подрядчику осталось установить уличное освещение и светофор. Все работы будут завершены в течение недели. Сергей Краснослободцев, Виталий Коломинец, информационный канал Севастополя. Безопасность дорожного движения и сутки на то, чтобы во всех домах было тепло. На аппаратном совещании в Доме правительства в понедельник в Рио губернатора Севастополя объявил в ноябре месячник безопасности дорожного движения и потребовал от Департамента городского хозяйства устранить неполадки в 27 домах, где до сих пор не начался отопительный сезон. Ноябрь в Севастополе объявлен месячником безопасности дорожного движения. Поручение временно исполняющего обязанности губернатора прозвучало после доклада по обстановке в городе за минувшую неделю. По данным Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты, с 17 по 23 октября на дорогах произошло 67 аварий. В том числе резонансное лобовое столкновение легкового автомобиля и маршрутки. Тогда один человек погиб, 15 пострадало. У нас 1 декабря замена зимней резины обязательно, поэтому чтобы у нас еще не ухудшилась ситуация, еще больше. Все водители, которые попадают в такие аварии, это же наши, севастопольские, большинство. То есть стиль вождения присущ. Но вот последние крупнейшие аварии, которые в сентябре, октябре, это все наши. Поэтому, соответственно, давайте на мерной основе в ноябре проведем эти мероприятия. Заместитель начальника Управления МВД по Севастополю Андрей Кузнецов рассказал, чаще всего ДТП происходят в ночное время суток и на участках дорог, где не работает уличное освещение. Количество патрулей увеличено на два патруля. Сейчас достаточно 5-6 патрулей ежедневно заступает, это больше. И количество ДТП уменьшилось. В городе есть ощущение, что ДПС у нас находится на посту. Хотелось бы попросить жителей города, чтобы мелкие дорожно-транспортные происшествия они фиксировали, документировали своими силами. Это допустимо, европротокол так называемый. И не боялись взять, так сказать, на себя ответственность, записать этот протокол. И, ой, протокол говорит, схему ДТП. И приехать в ГИБДД, это все будет разбираться. На прошлой неделе севастопольцы в пять раз чаще обычного звонили в единую диспетчерскую службу. Почти 6 тысяч жалоб на холодные батареи. Тепло отсутствует либо во всей квартире, либо в одной из комнат. В департаменте городского хозяйства поясняют. Котельные запустили все, но 27 домов не отапливаются. В них ведутся работы по наладке системы. Временно исполняющий обязанности губернатора дал коммунальщикам сутки на решение проблемы. На сегодняшний день 1881 многоквартирного дома, 2854 дома подключены к системе отопления. 27 домов сейчас без отопления идет ремонт внутридомовых систем. В результате пуска тепла какие-то системы были завоздушены, сейчас идет развоздушивание. Серьезных аварий... То есть срок устранения тогда максимальный? Сколько по всем этим 27 домам? Ну, а в течение суток дом развоздушивается. Давайте так, наверное, завтра, в конце дня, в 18.00, мы встретимся по поводу окончательного старта отопительного сезона. И те губы, которые не устранили управляющей компанией эти виды возникших ремонтов, тоже должны быть у меня в кабинете. По данным Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения, за неделю в Севастополе шесть пожаров, четыре из них произошли в выходные дни. Один человек погиб из-за неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Возгорание произошло в квартире одной из многоэтажек. На объектах коммунального хозяйства произошло 13 аварий. Анна Брач, Ванна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В Управлении транспортной инфраструктуры ищут водителей категории «Д». Зовут в государственную компанию работать на новой современной технике. В октябре город приобрел в лизинг 90 автобусов, но пока все в автотрансе кадровый голод. На аппаратном совещании временно исполняющий обязанности губернатора предложил создать привлекательные условия, в частности увеличить водителям надбавки к зарплате. 90 автобусов, которые город закупил в лизинг, обещали запустить до 1 ноября. Однако часть нового общественного транспорта простаивает в парке из-за дефицита сотрудников. Набрать водителей удалось пока на 20 маршрутов. На работу принято 35 человек. Причиной нехватки кадров в Управлении транспортной инфраструктуры называют отсутствие в Севастополе специального автодрома для подготовки водителей категории «Д». У нас вся проблематика заключается в том, что конкретно водители категории «Д» сейчас, они у нас не учатся в городе Севастополе за счет того, что у нас нет для них автодрома. Конкретно сейчас автодром делается на базе Севавтотранса для того, чтобы... Либо ваши условия не привлекательны для работы. Вот и все. Нет, мы все делаем для того, чтобы оно привлекательное. Тогда введите добавки. Вы давали поручение до конца октября месяца, эту работу закончить. Я просто боюсь, что она не будет выполнена, поэтому... Хватит. Мы все делаем для того, чтобы... В любом случае, да. У нас такой параметр для нас есть. 1 ноября мы стремимся к тому, чтобы закрыть. Все в автотрансе водителям категории «Д» обещают полный соцпакет. Контактные телефоны для справок 57-24-22, 57-20-03, плюс 7-978-062-19-33, плюс 7-978-833-37-66. Ожидается, что в следующем году будет полностью обновлен и троллейбусный парк. Город приобретет в лизинг 78 троллейбусов. Уже говорили о том, что контракт заключили. Сейчас вы докладываете, что он на стадии подписания. До конца следующей недели подписать. Я не думаю, что троллзы не планируют выполнять контракт и получить такой объем заказа. Вас отправляем тогда в троллзы до конца следующей недели. На сегодняшний день в Севастополе на маршрутах общественного транспорта работают 803 машины. В основном это представители 12 частных предприятий. Приобретая в лизинг автобусы и троллейбусы, местные власти рассчитывают существенно обновить устаревший городской автопарк. Святослав Данилов, Анна Малышка, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В Севастополе началась планомерная работа по улучшению ситуации с санитарной очисткой города. В понедельник после аппаратного совещания временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсяников проверял, выполняют ли подрядчики обещания по своевременной уборке улиц. Машрут объезда держался в секрете и от коммунальщиков, и от журналистов до самого последнего момента. Позже выяснилось, проблемные адреса местные жители сообщили руководству города через социальные сети. Острякова 133 не вывозят мусор, Шевченко 49, свалка. Такие сообщения с жалобами на работу коммунальщиков временно исполняющие обязанности губернатора получают от севастопольцев, в том числе и через социальные сети. В понедельник после аппаратного совещания Дмитрий Овсяников вместе с руководителями городского хозяйства объехал проблемные адреса. В аренду не сдана территория? Нет, значит, ваше убирайте. Горожане очень часто имеют возможность вовремя предоставить информацию. По части объектов подтвердилось, что да, есть нелицеприятная картина. По части объектов, конечно, ситуация меняется. Недавно мы проводили круглый стол, на котором обсуждали несколько ключевых вопросов. Первое. Санитарная очистка города и что мы будем делать в 2017 году. Со своей стороны мы взяли на себя следующее обязательство. Мы подготовим своевременно, не так, как было в прошлом году, когда конкурсы были проведены в конце первого квартала, конкурсную процедуру. Упростим ее и на 2017 год законтрактуемся уже в этом году. Информацию я получаю непосредственно от департамента, от общественных организаций, через социальные сети. Но в целом вопрос системно может быть решен только после планомерной работы по наведению порядка. Дмитрий Овсянников анонсировал, что в этом году Севастополь определит регионального оператора по вывозу мусора. Так что подход к уборке города будет кардинально меняться. Часто бывает возможность перекидывать ответственность. Я мусор собираю, тут его не увозят. Или наоборот, моя позиция в том, что каждый должен выполнять свою обязанность. Если региональный оператор вывозит управляющие компании, государственные управляющие компании, ГУПы, либо частные компании обеспечивают санитарную уборку, муниципальная округа и департамент городского хозяйства должны обеспечивать соответствующий контроль. Если этого не происходит, каждый получает по заслугам. Мы предъявляем санкции по договорам, должностные лица правительства и департамента получили соответствующие замечания и выговоры. Подобные рейды будут постоянно, не обязательно с участием губернатора. Я и сам буду выезжать, и департамент городского хозяйства в ежедневном режиме такую работу проводит. У нас сейчас самая главная задача, чтобы все поняли, что все управляющие компании, все подрядные организации поняли, что другого выхода, кроме того, как хорошо и качественно выполнять свою работу, нет. Угрозы о том, что в случае задолженности мусор будут вывозить два раза в неделю, незаконны, рассказал информационному каналу Севастополя начальник управления благоустройства, комментируя объявления, которые появились в подъездах дома номер 9 по улице Степаняна. Половина жильцов или какая-то их часть платит регулярно за все коммунальные платежи, в том числе и вывоз мусора. Не могут страдать другие люди из-за тех людей, которые относятся к коммунальным платежам небрежно. Поэтому, согласно санитарным правилам и нормам, мусор должен вывозиться ежедневно, перед среднесуточной температурой, выше плюс 5 градусов. Безусловно, товарищество собственников недвижимости нарушает санитарные правила и нормы. Мы обратимся в жилой инспекцию, проконтролируем этот вопрос для того, чтобы мусор вывозили вовремя. В понедельник в ходе рейда временно исполняющий обязанности губернатора оценил уборку территорий у памятников матросу и солдату, а также штык и парус и проверил состояние контейнерных площадок возле домов по улице Шевченко и Острякова. По всем выявленным фактам несвоевременного вывоза мусора, Дмитрий Овсянников поручил до конца дня принять меры по очистке контейнерных площадок. Анна Брачева, Анна Малышка, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Во вторник, 25 октября, потребителям, проживающим по улице Синявина, дом 2, отключат газ. Подачу ограничат в связи с проведением работ на газопроводе, сообщает прислужба правительства Севастополя. Восстановление запланировано после 14 часов. Специалисты напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил безопасности. В период проведения работ на газопроводе необходимо перекрыть отключающие краны перед газовыми приборами, а также обеспечить постоянное проветривание помещений. На развитие инвестиционной привлекательности Севастополя планируется направить более 6 миллиардов рублей. Это предусмотрено профильной госпрограммой на 2017-2020 годы. Документ утвержден в понедельник на внеочередном заседании правительства. Основная часть средств за 4 года будет выделена из федерального бюджета. Это 5 миллиардов рублей. Кроме того, в Департаменте приоритетных проектов рассчитывают привлечь порядка 250 миллионов небюджетных источников финансирования и использовать деньги городского бюджета. По словам Сергея Градировского, государственная программа разделена на три основных направления. Создание благоприятного инвестиционного климата и конкурентной среды, стимулирование частных инвестиций и продвижение инвестиционных возможностей региона, а также реализация отдельных проектов. Третье направление – приоритетные инвестиционные проекты, в которые попадают такие, как создание индустриального парка, о чем также речь уже шла на предыдущих правительствах, создание агроиндустриального парка, проект комплексного освоения Балаклава-Балаклавской бухты, создание военно-исторического парка Федюхины высоты, создание мемориального парка и так далее. Итого за 2017-2020 год с учетом региональных средств, федеральных средств и небюджетных средств – 6 млрд. 122 млн. рублей. Существенные нарушения выявлены в результате государственной проверки ГУПС пансионата Севастополя. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник главного контрольного управления правительства Севастополя Виктор Голубев. Ревизия проводилась по юридическому адресу предприятия, которое располагается в пансионате «Изумруд». Со слов главы ведомства, во время работы контролеров на местах отсутствовали все сотрудники администрации ГУПС пансионата Севастополя, кроме нового генерального директора. Значительной части отчетной документации также не было найдено. Разбор деятельности государственного предприятия показал, что руководство работало крайне неэффективно. Большая часть путевок реализовывалась с необоснованной скидкой в 67%. Занижались показатели наполняемости баз отдыха, велась двойная бухгалтерия. В результате чего бюджет города недополучил прибыли более 17 миллионов рублей, отметил Виктор Голубев. Необоснованно ущерб экономическим интересам предприятия предоставлялись скидки отдельным категориям граждан и организациям в размере до 50%. При утвержденной рентабельности на 2015 год 7%, на 2016 год 13%. Предоставление скидок выше рентабельности фактически не покрывает затрат предприятия на организацию отдыха указанных граждан и влечет в уменьшение прибыли предприятия. С 24 октября началась региональная неделя депутатов Госдумы нового созыва. Она посвящена встречам с гражданами, а парламентарии намерены не потерять коммуникацию, которая сложилась в ходе предвыборной кампании. В понедельник депутат Государственной Думы Дмитрий Белик встретился с депутатами муниципалами и общественностью в Нахимовском районе. По регламенту депутаты Государственной Думы три недели трудятся в Москве, участвуя в пленарных заседаниях и комиссиях. Одна неделя в месяц дается народным избранникам на работу в регионах. Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик региональную неделю начал со встречи с общественностью Нахимовского района. Здесь он представил своих помощников, которые будут постоянно работать в регионе. Инна Гончарова, Людмила Ножкина и Сергей Гуров. Эта неделя позволяет встретиться с избирателями, встретиться с ветеранами, встретиться со своими коллегами из муниципалитетов. Вот сегодня мы проводим, начинаем встречи в Нахимовском районе. Была встреча с депутатами муниципального Нахимовского образования. Час она длилась, затронували большое количество вопросов, проблем, которые есть, которые нужно решать совместными усилиями. Сейчас встреча с ветеранским активом. И вот целая неделя у нас будет посвящена именно встречам с избирателями в разных районах города для решения тех вопросов, тех наказов избирателей, которые у них есть. Муниципальные депутаты рассчитывают в лице депутата Госдумы получить поддержку в решении повседневных проблем севастопольцев. Депутат муниципального образования, у него совсем не хватает полномочий для решения тех вопросов, к которым приходят люди. В первую очередь это ЖКХ, медицина, дороги и так далее. Поэтому мы сейчас попросили Дмитрия Анатольевича взять на карандаш вот эти первостепенные проблемы, чтобы он со своей стороны на аппаратных совещаниях, на встрече с губернатором, заместителем, с профильными департаментами постарался по максимуму содействовать для решения проблем, которые волнуют людей. Мы с вами должны работать в тесной связи с муниципалитетом, с правительством города, сразу скажу, с губернатором и с вице-губернатором, у меня налажено нормальное конструктивное рабочее отношение. С одной из своих задач можно добиться, скажем так, в этом бюджете максимально добиться тех строчек, которые могут помочь севастополу в развитии. В четверг, 27 октября, в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» по адресу улица Большая Морская, дом 4, депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Белик с 14 до 17 часов проведёт приём граждан по личным вопросам. Предварительная запись обязательная. Подать заявку можно в общественной приёмной до 17 часов, 26 октября. Анастасия Синица, информационный канал Севастополя. Малый театр на севастопольской сцене. Две истории любви презентуют московские артисты в драматическом театре имени Луначарского. Представят спектакли «Филумена Мартурана» и «Последняя жертва». Кроме того, на протяжении трёх дней в фойе будет работать тематическая фотовыставка. Гастроли продлятся до 26 октября. Первый подарок севастопольскому зрителю от малого театра – лирическая комедия по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Главная героиня Филумена Мартурана живёт под одной крышей с молодым человеком по имени Доминика. Идеальная подруга во всём поддерживает мужчину, выслушивает его переживания, ведёт домашнее хозяйство и надеется на предложение руки и сердца. Свадьба будет, но только не у Филумены. Однажды молодой человек приводит в дом новую пассию и заявляет о скором бракосочетании. С этого момента начинает развиваться любовный треугольник. Главные роли в спектакле исполняют народная артистка России Ирина Муравьёва и народный артист СССР Юрий Соломин. Самая большая ценность всё равно, как бы спектакль ни был. А Малый театр – это актёрский театр. Если там есть великий артист, то он должен начать и должен закончить. И все аплодисменты он собирает. Одной любовной историей Малый театр не ограничится. Постановка «Последняя жертва» тоже о безответных чувствах. Молодая вдова тратит на нового избранника практически всё состояние. Сумеет ли женщина вытащить Альфонса из глубокой долговой ямы, севастопольцы узнают 25 октября. Выступления московских артистов на севастопольской сцене проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Более трёх лет проект поддерживает правительство России. Только в этом году в рамках этой программы более 300 спектаклей самых крупных, самых авторитетных российских театров уже посмотрели и посмотрят ещё в оставшиеся дни октября, ноября и декабря жители более 45 субъектов Российской Федерации. Театр – национальное достояние. Поэтому, учитывая всё это, безусловно, мы сохраняем всё то, что было доверено нашими учителями. А наши учителя получили это из рук тех артистов, имена, которые уже записаны, скрижали во всех историях, начиная от Щепкина, Островского, Садовских семей, Ленского, Южина. История малого театра начинается в 18-м столетии, когда драматическая часть московской императорской труппы обрела постоянный дом на Петровской площади. Прилагательное «малый» сначала даже не писали с заглавной буквы, ведь тогда это слово означало только размеры здания в сравнении с соседним большим театром. Сегодня в труппе более 100 человек, а общее количество работников театра превышает 700. Каждый год представляют порядка пяти премьер. В составе оркестра – музыканты с мировым именем, лауреаты престижных международных конкурсов. В Севастополе гастроли малого театра продлятся до 26 октября. Анастасия Синица, Виталий Коломиец, информационный канал Севастополя. В схватке с жестокой жил Севастополь. Это название фотовыставки, которую открыли в холле здания законодательного собрания. Экспозицию приурочили к 75-й годовщине начала героической обороны 1941-1942 годов. На стендах разместили 24 черно-белых снимка. Все они сделаны во время Великой Отечественной войны. Это работы фронтовых кинооператоров Владислава Микоши, Бориса Шейнина и других. Экспонаты предоставил Музей героической обороны и освобождение Севастополя. Познакомиться с ними можно до конца октября. Это уже третья выставка архивных фотографий, которую открывают в законодательном собрании. Первые две были посвящены Крымской войне и обороне Севастополя 1854-55 годов. Планируется, что в следующий раз вниманию горожан представят не только фото, но и предметный план. Фотография, собственно, как и кинодокумент, это то, что останавливает время. Потому что здесь ничего придумать нельзя. Здесь события предстают именно такими, какими они были. Когда мы не просто помним о событиях, а когда мы эмоционально через себя их пропускаем, то мы понимаем, что это Севастополь город особенный. Оборона 1941-1942 года – это не только событие важнейшее для нас, для этой земли. Это один из важнейших этапов в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. В Севастополе появилась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием. Презентовали ее в спортивном комплексе «Мусун». Объект торжественно открыли директор спортклуба Владимир Плотко и начальник управления по делам молодежи и спорта Валерий Чалый. На праздник пригласили юных футболистов клуба «Спортивное поколение», а также их родителей. Мастер-класс для них провели известные севастопольские специалисты Вячеслав Рединский и Александр Сугак. Самый популярный, первый вид спорта в мире – это футбол. И мы начали этот шаг. В общем-то, построили первую площадку мини-футбола. У нас также на складе лежит большое футбольное поле. Ну и сейчас, в общем-то, решается, на какой территории его монтировать. То есть оно будет либо на территории «Мусун», либо в яхт-клубе «Юг». Чтобы родители вели своих детей заниматься спортом, чтобы у нас росло здоровое, красивое поколение. Мини-футбол всегда был массовым, популярным. На международной арене мы все больше и больше завоевываем призовые места. В городе Севастополе, чем больше будет вот таких прекрасных площадочек, будет возможность совершенствовать свое мастерство, расти. Ассоциация будет этому способствовать и помогать всячески. На минувших выходных в Севастополе провели очередные военно-тактические учения армейского клуба выходного дня. В этот раз тема – противостояние. На тренировочном полигоне «Фиолент» бойцы военно-патриотического движения «Ратник» отработали навыки скрытных действий в условиях численного превосходства противника. Учения проводят по инициативе Городского центра социальных и спортивных программ Управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя совместно с Городской ассоциацией страйкбола. Это были новости на информационном канале Севастополя. Следите за развитием событий. Вместе с нами в студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин